всем привет всем привет дорогие мои здравствуйте новая неделя новые сообщения новые приключения а у нас продолжение у нас продолжение романа михаила булгакова белая гвардия вы на канале cloud city с вами я вадим и сегодня у нас на очереди четвертая глава романа михаила булгакова белая гвардия давайте продолжим как многоярусные соты дымился и шумел и жил город прекрасный в морозе и тумане на горах над днепром целыми днями винтами шел из бесчисленных труб дым к небу улицы курились дымкой и скрипел сбитый гигантский снег и в пять и в шесть и всем этажей громоздились дома днем их окна были черные а ночью горели рядами в темно-синей выси цепочками сколько хватало глаз как драгоценные камни сияли электрические шары высоко подвешенные на закорючках серых длинных столбов днем с приятным ровным гудением бегали желтые трамваи желтыми соломенными пухлыми сиденьями по образцу заграничных со ската на скат покрикивая ехали извозчики и темные воротники мех серебристый черный делали женские лица загадочными и красивыми сады стояли безмолвные и спокойные отягченные белым нетронутым снегом и было садов в городе так много как ни в одном городе мира они раскинулись повсюду огромными пятнами с олеями каштанами оврагами кленами и липами сады красовались на прекрасных горах нависших над днепром и уступами поднимаясь расширяясь порою пестря миллионами солнечных пятен порой в нежных сумерках царствовал вечный царский сад старые сгнившие черные балки парапета не преграждали пути прямо к обрывам на страшной высоте ответственные стены заметные заметенные вьюгою падали на нижние далекие террасы а те расходили все дальше и шире переходили в береговые рощи на шоссе ющимся по берегу великой реки и темная скованная лента уходила туда в дымку куда даже из городских высот не хватает человеческих глаз где седые пороги запорожская сечь и херсонес и дальнее море зимой как ни в одном городе мира упадал покой на улицах и переулках и верхнего города на горах и города нижнего раскинувшегося в излучине замерзшего днепра и весь машинный гул уходил внутрь каменных зданий смягчался и ворчал довольно глухо вся энергия горда накопленная за солнечное и грозовое лето выливалось в свете свет с четырех часов дня начинал загораться в окнах домов круглых электрических шарах в газовых фонарях фонарях домовых с огненными номерами и в стеклянных сплошных окнах электрических станций наводящих на мысль о страшном и суетном электрическом будущем человечества в их сплошных окнах где были видны неустанно мотающие свои отчаянные колеса машины до корня расшатывающий самое основание земли играм светом и переливался и светился и танцевал и мерцал город по ночам до самого утра а утром угасал одевался дымом и туманом но лучше всего сверкал электрический белый крест в руках громаднейшего владимира на владимирской горке и был он виден далеко и часто летом в черной мгле в путаных заводах и изгибах старика реки и завняка лодки видели его и находили по его свету водяной путь на город к его пристаням зимой крест сиял в черной гуще небес и холодно и спокойно царил над темными пологими далями московского берега от которого были перекинуты два огромных моста один типной тяжкий николаевский ведущий в слободку на том берегу другой высоченный стреловидный по которому прибегали поезда оттуда где очень и очень далеко сидела раскинув свою пеструю шапку таинственная москва и вот в зиму 1918 года город жил странную неестественную жизнью которая очень возможно уже не повторится 20 20 столетий за каменными стенами все квартиры были переполнены свои давнишние исконные жители жалились и продолжали сжиматься дальше волею неволею впуская новых пришельцев устремлявшихся на город и те как раз и приезжали по этому стреловидному мосту оттуда где загадочные сизые дымки бежали седоватые банкиры со своими женами бежали талантливые дельцы оставившие доверенных помощников в москве которым было поручено не терять связи с тем новым миром который нарождался в московском царстве домовладельцы покинувшие дома верным тайным приказчиком промышленники купцы адвокаты общественные деятели бежали журналисты московские петербургские продажные алчные трусливые кокотки честные дамы из аристократических фамилий их нежные дочери петербургские бледные развратницы с накрашенной карменовыми губами бежали секретари директоров департаментов юные пассивные пидорасты бежали князня и алтынники поэты и ростовщики жандармы и актрисы императорских театров вся эта масса просачиваясь в щель держала в свой путь на город всю весну начиная с избрания геттмана он наполнялся и наполнялся пришельцами в квартирах спали на диванах и стульях обедали огромными обществами за столами богатых квартирах открылись бесчисленные сисные лавки паштетные торговавшие до глубокой ночи кафе где подавали кофе и где можно было купить женщину новые театры миниатюр на подмостках которых кривлялись и смешили народ все наиболее известные актеры слетевшийся из двух столиц открылся знаменитый театр лиловый негр и величественный до белого утра гремящий тарелками клуб прах поэты режиссеры артисты художники на николаевской улице тотчас же вышли новые газеты и лучшие перья в россии начали писать в них филетон и в этих филетонах поносить большевиков извозчики целыми днями таскали седоков из ресторана в ресторан и по ночам в кабаре играла струнная музыка и в табачном дыму светились неземной красотой лица белых истощенных за кокаинных за кокаиненных проституток город разбухал ширился лес как опара из горшка до самого рассвета шелестере игрные клубы и в них играли личности петербургские и личности городские играли важные горды немецкие лейтенанты и майоры которых русские боялись уважали играли арабы из клубов москвы и украинско-русские уже висящие на волоске помещики в кафе максим соловьем свистал на скрипке обаятельно издобный румын и глаза у него были чудесные печальные томные с синеватым белком а волосы бархатные лампы увитые цыганскими шалями бросали два света вниз белый электрический а вбок и вверх оранжевый звездой у голубого пыльного шелку разливался потолок в голубых ложах сверкали крупные бриллианты и лоснились ржеватые сибирские меха и пахло жженым кофе потом спиртом и французскими духами все лето восемнадцатого года по николаевской шаркали дутые лихачи ивнов на наваченных кафтанах и в ряд до света конусами горели машины в окнах магазинов мохнатились цветочные леса бревнами золотистого жиру висели балыки орлами и печатями темно сверкали бутылки прекрасного шампанского вина а брау и все лето и все лето напирали и напирали новые появились хрящевато-белые серенькой бритой щитинкой на лицах сияющим лаком с тиблетами и наглыми глазами теноры солисты члены государственной думы в песне со звонкими фамилиями бильярдные игроки водили девок магазину покупать краску для губ и дамские штаны из батиста с чудовищным разрезом покупали девкам лак гнали письма в единственную одушину через смутную польшу ни один черт не знал кстати говоря что у ней творится и что это за такая новая страна польша германию великую страну честных тефтонов запрашивая визы переводя деньги чуя что может быть придется ехать дальше и дальше туда куда ни в коем случае не достигнет страшный бой и грохот большевистских боевых полков мечтали о франции о париже тосковали при мысли что попасть туда очень трудно почти невозможно еще больше тосковали во время тех страшных и не совсем ясных мыслей что вдруг приходили в бессонной ночи на чужих диванах а вдруг а вдруг а вдруг лопнет этот железный кордон и хлынут серые ох страшно приходили такие мысли в тех случаях когда далеко далеко слышались мягкие удары пушек под городом стреляли почему-то все лето блистательное жаркое когда всюду и везде охраняли покой металлические немцы а в самом городе постоянно слышались глухонькие выстрелы на окраинах папах папах кто кого стрелял никому неизвестно это по ночам а днем успокаивались видели как временами по крещатику главной улице или по владимирской проходил полк германских гусар ах и полк же был магнатые шапки сидели над гордыми лицами и чешуйчатые ремни сковывали каменные подбородки рыжие усы торчали стрелами вверх лошадь в эскадронах шли однокодной рослые рыжие четверо вершковые лошади и серо-голубые френчи сидели на шестистах всадниках как чугунные мундиры грузно германских вождей на памятниках города берлина увидав их радовались и успокаивались и говорили далеким большевикам злорадно скаля зубы из-за колючей пограничной проволоки а ну суньтесь большевики не большевиков ненавидели но не ненависти в упор когда ненавидящий хочет идти драться и убивать ненависти трусливые шипящий из-за угла из темноты ненавидели по ночам засыпая смутной тревоги днем в ресторанах читая газеты которых описывалось как большевики стреляют из маузеров затылки офицерам и банкирам и как в москве торгуют лавочники лошадиным мясом зараженным сапом ненавидели все купцы и банкиры промышленники адвокаты актеры домовладельцы кокотки члены государственного совета инженеры врачи и писатели были офицеры и они бежали из севера из запада бывшего фронта и все направлялись город и было очень много и становилось все больше рискуя жизнью потому что им большую частью безденежным и носившим на себе неизгладимую печать своей профессии было труднее всего получить фальшивые документы и пробраться через границу они все-таки сумели пробраться и появиться в городе с травленными взорами вшивые и небритые беспогонные и начинали в нем приспосабливаться чтобы есть и жить были среди них исконные старые жители этого города вернувшиеся с войны в насиженные гнезда с той мыслю как и алексей турбин отдыхать и отдыхать и устраивать заново не военную а обыкновенную человеческую жизнь и были сотни и сотни чужих которым нельзя было уже оставаться не в петербурге не в москве одни из них киросиры кавалергарды канагвардейцы и гвардейские гусары выплывали легко мутное пение от потревожного голос города гетманский конвой ходил фантастических погонах из-за гетманскими столами усаживались до 200 масляных приборов людей сверкавших гнилыми желтыми зубами золотыми пломбами кого не вместил конвой вместили дорогие шубы с бобровыми воротниками и полутемные резного дуба квартиры в лучшей части города липках рестораны и номера отелей другие армейские штабс капитаны конченых и развалившийся полков боевые армейские гусары как полковник най турс сотни прапорщиков и подпоручиков бывших студентов как степан карась сбитых с винтов жизни войной и революции и поручики тоже бывшие студенты до конченые для университета навсегда как виктор викторович мышлоевский они в серых потертых шинелях с еще не зажившими ранами с ободранными тенями погон на плечах поезжали в город и в своих семьях или в семьях чужих спали на стульях укрывались шинелями пили водку бегали хлопотали и злобно кипели вот эти последние ненавидели большевиков неностью горячей и прямой той которая может двинуть в драку были юнкера городе к началу революции оставалось четыре юнкерских училища инженерная артиллерийская и два пехотных они кончились и развалились в грохоте солдатской стрельбы и выбросили на улице искалеченных только что кончивший гимназистов только что начавших студентов не детей и не взрослых не военных и не штатских таких как 17-летний николка турбин все это конечно очень мило и над всем царствует гетман но ей богу я до сих пор не знаю да и знать не буду по всей вероятности до конца жизни что собой представляет этот невиданный властитель с наименованием свойственном более веку семнадцатому нежели двадцатому да кто он такой алексей васильевич калорель гард генерал сам крупный богатый помещик и зовут его павлом петровичем по какой-то странной насмешке судьбы и истории избрание его состоявшая в апреле знаменитого года произошло в цирке будущем историком это вероятно даст обильный материал для юмора гражданам же в особенности уже оседлым городе и уже испытавшим первые взрывы междоусобной брани было не только не до юмора но и вообще не до каких-либо размышлений избрание состоялось с ошеломляющей быстротой и слава богу гетман воцарился и прекрасно лишь бы только на рынках было мясо и хлеб а на улицах не было бы стрельбы и чтобы ради самого господа не было большевиков и чтобы простой народ не грабил ну что ж все это более-менее осуществилось при гетмане пожалуй даже в значительной степени ну по крайней мере прибегающие москвичи и петербуржцы и большинство горожан хоть и смеялись над странной гетманской страной которую они в подобно капитану тальбергу называли опереткой не в самом деле шлим царством гетмана гетмана словословили искренне и дай бог чтобы это продолжалось вечно но вот могло ли это продолжаться вечно никто бы не мог сказать даже сам гетман даст дело в том что город городом в нем и полиция варта и министерства и даже войска и газета различных наименований а вот что делается кругом кто и настоящий украине которая по величине больше франции который десятки миллионов людей этого не знал никто не знали ничего не знали не только местах отдаленных но даже смешно сказать о деревнях расположенных пятидесяти верстах от самого города не знали но не ненавидели всей душой и когда доходили смутные вести из таинственных областей которые носят название деревня о том что немцы грабят мужиков и безжалостно крают их расстреливая из пулеметов не только ни одного голоса возмущения не раздалось защиту украинских мужиков но не раз под шелковым абажурами в гостиные скалились по волчьи зубы и слышно было бормотание так им и надо так и надо мало еще я бы их еще и не так вот будут они помнить революцию выручат их немцы своих не хотели попробую чужих как неразумны ваши речи ох как неразумны да что вы алексей василич ведь это такие мерзавцы это же ну совершенно дикие звери ладно немцы им покажут немцы немцы и повсюду немцы немцы надо тут немца там за далеким кордоном где сизой за леса большевики только две силы ну вот дорогие мои это был михаил булгаков с романом белая гвардия и была эта четвертая глава я думаю на сегодня мы закончим я же по главам читаю вы были на канале cloud city с вами был я вадим и давайте прощаться до завтра всем пока